Исправительные учреждения республики продолжают развивать собственное производство. Так, швейное дело, подсобное хозяйство и кадровое сотрудничество с Женширским фанерным заводом позволило перейти Микуньской колонии на самоокупаемость. А осужденным получать стабильный и солидный заработок. Евгений Ракин оценил условия содержания заключенных в образцово-показательном спецучреждении и подготовил большой репортаж. В швейном цехе забот не в проворот. Производство полностью обеспечено заказами до конца года. Чтобы успеть по срокам, осужденные трудятся в две смены. С этого года колония сотрудничает с коммерческими организациями, в основном по пошиву летней и зимней спецодежды. Мы сшиваем куки на утепляющей подкладке для работников сервисной службы. Учреждения наши работают по договору подряда. Это означает, что заказчик нам дает всю необходимую нормативно-техническую документацию, ткани, нитки, фурнитуру. И мы конкретно от этого заказчика изготавливаем данную продукцию. Всего на производстве 76 осужденных женщин. У каждой свое рабочее место. А у мастера Светланы Плотниковой даже кабинет отдельный. Оборудование современное. Уже освоили 32 вида швейных изделий. От нательного белья до верхней одежды. Сейчас тепло, мягким, слепло. Следим, естественно, за оборудованием. Здесь оборудование все новое. Новый закройный цех, новая фабрика. Ботовые условия у нас были, наверное, замечательные. Швейный цех открылся в декабре прошлого года. В рамках региональной программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» правительство Коми выделило на него около 11 миллионов рублей. Швейный цех прибыли в большой. Конечно, хочется сказать огромное спасибо правительству республики Коми. Также еще с той стороны вы увидите три теплицы. Это тоже по этой же программе были установлены. Они начали функционировать с июня этого года. С июня по ноябрь мы, значит, выращивали там огурцы. А сегодня зеленый лук. Вообще для колонии этот опыт уникальный. Пришлось нанять даже агронома. Но дело доходное. Теплицы покрыты сотовым поликарбонатом, который круглый год обеспечивает хорошую теплоизоляцию и защищает от ультрафиолета. Первый урожай местные овощеводы планируют собрать накануне Нового года. Засадили мы лук в этих трех теплицах. Вот 11 тонн было засажено. Сорт халцидон. Отличается особым тем, что и схожесть лучше у него. Ну, планируем собрать 4-5 тонн уже зеленого лука. Нужных специалистов готовят прямо здесь, в колонии. В профессиональном училище осужденные могут освоить такие специальности, как швея-закройщик, машинист-кочегар, мастер отделочных работ и повар. Желающих много. Обучение проходят около ста человек. У них есть желание выйти отсюда. И все свои знания, навыки я их учу. Вот можете спросить, чуть ли не на порог 5-го разряда. Потому что я сама с институтом, и у меня, кажется, учу от и до. Сегодня 31-я исправительная колония считается образцово-показательной. Собственная производственная база, подсобное хозяйство и сотрудничество с Жешевским фанерным заводом, где работает свыше 100 осужденных. Все это позволило перейти на самоокупаемость. Доходы за год составили около 48 миллионов рублей. Чистые прибыли – более 4 миллионов. Эти средства администрация колонии направляет на модернизацию, капитальный ремонт и улучшение условий для заключенных. Внедряются инновационные технологии. Есть зал для видеосвиданий, а в столовой установлен специальный терминал. Здесь идет информация. Предлагается работа на станции, куда я могу обратиться по освобождению. Вот так же я выхожу, могу с начальником колонии выйти на связь, определенные дни есть. Проживают осужденные женщины в двухэтажных деревянных домах. Журналистам показали самые лучшие из них. Здание отремонтировано по европейским стандартам. Замина кровля, установлены пластиковые окна, стены утеплены и обшиты гипсокартоном. Выполнены электромонтажные работы. Кстати, одна комната отличается улучшенными условиями проживания. Так называемые вип-апартаменты – стимул для тех, кто хорошо себя ведет. Отвлечься в бескрайний мир свободы можно в библиотеке. На выбор более 8 тысяч книг. Есть даже электронные. Тематика различная. В основном ходовые самые женские романы все-таки про любовь. Историческую литературу читают. Бенсония, Дюма. Очень часто берут школьные программы, то, что в училище проходят ученики, они берут то, что по школьной программе Достоевский. Ну, кого проходит, всех авторов. Хоть ИК-31 и считается спецучреждением для женщин, но есть здесь и мужчины. Большинство из них отбывают срок наказания в колонии-поселении, по ту сторону колючей проволоки. Остальные – примерно полсотни человек – в едином помещении камерного типа. Это особо охраняемое здание, где содержатся самые злостные нарушители со всей России – лидеры преступной среды. Его расположение на территории колонии не случайно. По словам специалистов, женщины не подвержены криминальным традициям и субкультуре, а значит и провокации отъявленных уголовников безрезультатны. Евгений Ракин, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.